Шо это за баррикада, зритель? Кстати, привет тебе, зритель. Можешь сказать, мама и прошёл, но тогда бы тут ни черта не было. А тут всего и дофига. И даже огурцы на полу. Кстати, как думаешь, почему огурцы на полу? Это был вкусненький салатик с варёным яичком, со свежей помидоркой, со свежим огурчиком с нашего сада и с малосольным огурчиком с этого же сада. И ещё под маслом авокадо. Но пока я тут японским занималась, а помидорка с яичком уже сожжены были. И была целая тарелочка огурчиков того и другого вида. Моя кошка решила помурлыкать, помурлыкать, а потом взять да сожрать половину. Ну, раз она сожрала половину, я и другую половину поставила на пол. Тут у нас овсянка бывшая, замороженная. Ну, вообще была овсянка с куриными головами, сваренная на курином бульоне. Куриных голов там нету, там осталась просто овсянка с морковкой. Молочко. Уже сниз немножко тут этого. Я уничтожала ложку с вареньем. Что-то у меня было замороженное. Я так и не поняла, что это. Я не вспомнила, я оно не подписано было. Посудку я помыла. Но на фотках в инстаграме видно ещё эту посудку. Тут у меня супчик, пюрешечка. Очень вкусненький. Тут у меня малиновая вареница. Я его всё никак не могу доварить. Но вроде уже доварила, надо переложить. Тут у меня красная смородина, протёртая сахаром. Должна быть вареницем. Я сегодня её планировала доварить. Надеюсь, доварю. Моя рука в кадр лезет. Ещё немножко замороженных вещей. В кастрюльке, в газетке завёрнуто. В комнате, в пледике. Если ты на мою телегу подписан, я вроде туда скидывала фотку котика, кошечки, точнее кошечка, решила варести туда рядышком к продуктикам. Если не скидывала, а скидывала кому-то личку, просто напиши мне где-нибудь в комментах под этим роликом. В телеге типа Лёля, хрен ли. Говорила в видео, ничего нету. Это мой вентилятор, который, оказывается, может ещё и, ну, немножко по-другому вертеться. А это какие-то, ну, в общем, какой-то совочек, какие-то фиг, затычки, видимо, я так поняла. Я уже поняла, как он примерно так же размораживается, как мой бывший свирьяк, который сегодня уехал, обратно попав под акцию. Забери неликвид. Получи небольшую скидочку, а ещё получи скидочку по карте, если оплатишь наличкой, за холодильник в люксе. Пост про холодильник есть в телеге. Несколько постов. Более подробный пост, но менее в каком-то плане подробный. Много текста есть в инсте. А это мой холодильник. Он до 12 практически ночи будет стоять. Отстаиваться, как мне сказали. В 8 часов он должен стоять. А потом 4 часа он должен работать на себя. Или в себя, хрен его знает. И только потом в него можно всё это засунуть. Смотри, зритель. Ну и, короче, сегодня решил умереть окончательно. Подробности опять же читаю в телеге, в инстаграм. А тут вот, ну, изначально я именно его хотела. Но он был дороже, чем я себе планировала. Плюс надо было думать, куда ещё предыдущий девать. А потом так получилось, что, в общем, что хотела, то и получилось. Хотя год назад где-то я, когда я думала, что мне надо позалить в морозильную камеру или заменить телефон, в смысле этот телевизор, ё-моё, как его, холодильник. Чё-то я Верину вспомнила, потому что она мне, помню, камень написала, что надо купить холодильник, ещё один, должно быть два холодильника. Вообще всю квартиру, которая однокомнатная, надо заставить мебель, чтобы не было где не то что присесть, да и постоять-то негде. Я вот сейчас тут ютилася, тут чуть-чуть было разгреблено уже, вот сейчас более свободно, чем было до этого. И я ютилася на тубареточке, сняв вот это вот вниз. Смотри, как тут круто. Тут ящичек, один поменьше, потому что там вот, ну, сама эта холодильная холодилка. А другой побольше. Он по литражу меньше, чем те, которые я изначально хотела, но он такого роста, как мне удобно. И, в принципе, он именно так, как я хотела. Смотри, какой. Правда, у нас в квартире пол неровный, да и стены-то тут как-то это делали в Советском Союзе не всегда ровно. Под конец Советского Союза делали уже неровно. Короче, под холодильник надо будет что-то подложить, потому что вот, ну, слегка он шатается, если дверцу закрывать. Такие дела, зритель. Я решила тебе сделать краткий обзор холодильника. А, да, почем кайп на рынке? Не все же будут лезть и в телегу, да? Или в, как его там, инстаграмчик. Мне он обошелся в 18 тысяч 660 рублей. Все мои деньги, что я откладывала и хотела сделать пластиковое окно в октябре, накрылись охладильником. Я даже в долг взяла родственников, чтобы было на что пожить до 12 августа, когда я получу свою пенсию. Кто еще не в курсе, у меня инвалидность второй группы. А на рабочую, если есть работа. Ну, нет работы, значит, нет работы. Вот я больше страдаю за это масло. Вдруг оно помрет. И не поверишь, зритель, у меня обнаружилось 2 или 3 контейнера протертой помидорки. Я про нее забыла, она так глубоко внутри сидела. Я даже не знаю, что теперь с ней делать. Мне родственники говорят выкинуть ее, потому что уже новые помидорки практически пошли. А мне как-то, ну, жаба душит. Ты скажи, зритель, что бы ты сделал на моем месте? Да, тут всякие эти настойчики, отварчики. Букет Абхазии, потому что вот, ну, у меня крышечка от бутылки потерялась, а надо было куда-то его перелить. Непонятное белое вино, которое мне года 3 с лишним назад подарили, я про него забыла и даже не открывала. Но когда мне атаковали муравьи, то я им протирала. Потому что друзья мне сказали, что оно уже стало уксусом, но, по-моему, по запаху оно было как нормальное вино. И тут у меня в двух бутылках есть квас. Я про него забыла, а потом прочитала, что можно на квасе делать блины. Ну, в общем, он стоял в холодильнике, этот квас. А тут у меня самопальный гель алоэ. Тут где-то еще был самопальный крем на масле. Фотки я скидывала в свою эту контактовую страничку травника. Не поверишь, зритель, вот этот вот слон вырос в нашем саду. Я приезжаю из деревни, а мне ближняя родственница, моя тетушка, выдает такой огурец вообще. Им можно кого-нибудь долбануть. Мне еще подруга сегодня привезла к рыжовнику. И вон там еще. Я планировала разобрать, но мы вдруг с ней заметили, что дверь моего предыдущего холодильника перестала закрываться. И я поняла, почему в нем периодически была вода с начала лета. Я думала, что свет отрубали. Когда отрубали действительно свет, что от этого или еще что-то. А оказалось, что просто вот, ну, все. Свияга отжил свои 14,5 лет. Ну, вообще, 15 осенью бы было. Ну, вот он отжил их как-то. Не дожил до 15-летия. Так-то он как бы работает, но дверь не закрывается. Всем спасибо за просмотр. Если у меня все-таки дрожала лапа, вполне возможно, потому что у нас жара, я не очень хорошо себя чувствую физически. И у меня как-то пожарето, пошастащись днем. Сердечко долбится. Тук-тук-тук. Кстати, мандарин. Свеженький. Другие свежие фрукты уже сожраны. То уж не обессудьте. Палку я себе эту вряд ли куплю. А, на палку вы можете мне задонатить. Можете просто мне эту палку подарить. Ну, в смысле, это стабилизатор. Ну, а если вы скажете, в комментах есть такие люди, которые либо хейтят, есть люди, а есть другие, которые... Ой, кто-нибудь другой тебе задонатит. Если вы из этих людей, можете просто написать комменты. Каменты тоже хорошо. Больше всяких комментов разных и плохих, и хороших под видео. Олег М., который пишет мне комменты хейта последние 6 лет. Кстати, хейтер с 6-летним стажем. Это прям признание в любви от Цундеры, о чем я писала на стене. Так вот, Олег, который пишет мне комменты, а потом их удаляет. Не удаляй, ты разбанен, давно можешь писать комменты. Да, смотрите, у меня плита отражается в холодильнике. А мне кажется, он немножко пошире, чем мой предыдущий. Не знаю, повыше он его. Наверное, повыше, хрен знает. Это как-то так все внезапно и спонтанно случилось, что я между осознанием, что вау, у меня новый холодильник, и во, блин, у меня теперь ни хрена нет денег! И какой-то странной эйфорией. Да, вон там у меня крем. Пока!